Новую дорожную развязку от микрорайона СРВ до ТЭЦ-2 в Петропавловске, возможно, начнут строить в будущем году. Об этом заявил губернатор Владимир Илюхин, отвечая на вопросы камчатцев в ходе прямого эфира. Жители микрорайона СРВ интересуются, когда появится развязка СРВ ТЭЦ-2, которую обещали. Есть ли какие-то хорошие новости? Ну, при хорошем раскладе мы в следующем году начнем мы строить. Там идут, насколько я знаю, сейчас информацию надо обновить, но проектные работы идут. Это достаточно дорогое удовольствие и для города, и для края. Эта развязка нужна, мы об этом говорили. Там были вопросы, связанные с землевоенных рядом, были гаражные кооперативы. Насколько мне известно, информация не актуализирована на сегодняшний день, но там движение есть. Сейчас важно будет, после того, как завершены будут проектные работы, найти средства для начала строительства. Но то, что мы в следующем году, скорее всего, начнем ее строить, это правда. Мы помолимся, мне кажется, сказали, жители СРВ. Да, в храм надо сходить и свечку поставить. Еще один транспортный вопрос поступил от жителей Елизова. Почему маршрут 104 заканчивает работу в 22.00, а после только на такси в Елизово добраться? И также, почему в них не стоят терминалы оплаты? Вот так вот, город весь обеспечил, да, свои автобусы терминалами очень удобно. Ну и график такой, простите. Значит, я буквально, по-моему, пару дней назад в интернет-приемной уже отвечал по этому поводу. Поручения такие даны по маршрутам 20, 21 и 30, по-моему, это в сторону СРВ, чтобы обязательно маршрут был с 6 утра с 10 на СРВ, с СРВ в сторону 10 с 6 утра, и чтобы до нолей продлили маршрут, который пойдет из Петропавловска на Елизово и обратно. Вот, потому что 22.15 там крайний автобус идет, этого явно недостаточно. Я сам на 14-м километре жил, вот, в Пионерском, и всегда 102-й, на 102-м ездил, значит, домой возвращался. Он всегда уходил, да, ближе к 12-ти, поэтому это надо восстановить и все. Поручение такое уже дано, я думаю, что решение наши коллеги найдут и из Минтранса, и из городской администрации. Добавим, что полную версию интервью с губернатором можно посмотреть на YouTube-канале MassMediaNews.